Ну и серия пацанов это была. Судьба страны на кону, план Хоумлендера идет наперекосяк, смерть главного героя, сцена после титров, делающая будущее мира еще страшнее, возвращение Синди спустя пару сезонов, расцвет и крах романтики, первое слово кимика и разделение и у вас пацанов, и это еще не все. Однозначно лучший эпизод сезона, а то, что это финал, делает его еще круче. Плюс Эйтрейн не умер так, что можно праздновать. Я часто говорил, что четвертый сезон готовил почву для финального, но этот эпизод не только это сделал, но и обрел собственную идентичность, став отличным телепроизведением. Давайте разберем все, что можно вынести из финала сезона по каждому персонажу. Вот, пацаны, сезон 4, эпизод 8, объяснение концовки. Предупреждаю, в этом видео будут спойлеры. Всегда казалось, что Кеслер захватит разум Бутчера, и именно это мы увидели в финале, хотя Бутчер и пытался сопротивляться. Но безуспешно. В этом эпизоде Бутчер был на грани смерти из-за критически низкого давления. Он понимал, что это последний шанс выполнить просьбу Беккера о защите Райана и хитро воплотить свой план настроить Райана против отца, превратив его в нужное оружие. Это был менее разрушительный вариант, чем альтернатива – пандемия супа и глобальные разрушения. После финала сезона, скорее всего, начнется гражданская война. У Бутчера есть вирус, которым он планирует уничтожить всех супов. А Хоумлендер он устраивает облавы и убивает звездосветов, осуществив мечту о стране под властью супов. Суповое превосходство стало частью военного положения. Линии Бутчера и Хоумлендера всегда были зеркальны. Я понял их разрушительность, когда увидел два кадра, переходящих друг в друга. Это показало, что они из одного теста и в их умах – разрушение. В их сознании было разрушение. Бутчер пытался убедить Райана остаться на базе ЦРУ и стать сильнее отца. Получив отказ и узнав об убийстве Райана Мэлори, он понял, что почти поздно. Стало ясно, что Райан идет по стопам Хоумлендера. Хоумлендера. Даже безжизненный взгляд Райана напоминал отцовский. Бутчер потерял еще одного близкого человека из-за супа. Поэтому, когда появился Кестер, было ясно, что ему не нужно долго уговаривать войти в темную часть сознания. Когда Бутчер вернулся в штаб, он сорвал сделку с Ньюман и показал свои силы. Из его груди вырвались щупальца, дающие ему силу и подконтрольные ему. Он обвил щупальца вокруг глаз Ньюман, обездвижил ее и разорвал пополам, убив Викторию Ньюман. Теперь он против супов и не хотел дипломатии, поэтому и не был вежлив. Это была война. Забрав вирус у Френчи, он отправился распространять его по миру, чтобы начать массовое уничтожение супов, надеясь, что это дойдет до Хоумлендера. Говорили, что вирус недостаточно силен, чтобы одолеть Хоумлендера, но, учитывая всех супов под его началом, возможно, план в том, чтобы уничтожить как можно больше супы вокруг него исчезают. И Хоумлендер остается одним из последних, в итоге возвращая власть людям. Был трогательный момент, когда Бутчер проявил человечность и попросил Хьюи извиниться перед парнями за него. Он не уточнил за что, но, вероятно, это было общее извинение за его поведение все эти годы. Чувствуя приближение смерти, он попросил Хьюи сходить в стейкхаус в Неваде, куда они с братом Ленни всегда хотели попасть. Но с Ленни мертвым и Бутчером на пороге смерти он понял, что уже не сможет это сделать. Думаю, он попросил Хьюи, потому что тот напоминал ему Ленни. И между ними была особая связь. Теперь Кеслер полностью контролирует разум Бутчера. Что видно по его отражению в зеркале, темная сторона взяла верх. В следующем сезоне будет противостояние Хоумлендера и Мясника. Один на один. И кто совершит больше зверств? Хоумлендер. Хоумлендер весь сезон шел по наклонной, но все окончательно пошло наперекосяк в этом эпизоде, когда он нашел в рюкзаке Райана фото с Мясником и Беккер. Это привело его в ярость и положило начало безумию. Сцена, где Хоумлендер и Райан стоят лицом к лицу. И Хоумлендер говорит, что Мясник не отец Райана, а он была очень напряженной. Контраст между яростью Хоумлендера и страхом Райана был впечатляющим. И Энтони Старр сыграл просто блестяще. В этой сцене показано, как ему было больно, но как это подстегнет его двигаться дальше. Это подтолкнуло его разоблачить Ньюмана как супа в прямом эфире. Хоумлендер был глух к разговорам вокруг и взял дело в свои руки. Мы знали, что Хоумлендер не любил быть вторым, особенно рядом с Ньюман после того, как она затмила его в шестом эпизоде. После ухода Сейджа он хотел ускорить план. Убить Сингера, сделать Ньюман президентом и своей марионеткой. Когда покушение провалилось, Ньюман погибло, а Хоумлендер хотел убрать всех, кого использовал на седьмом этаже. Последний раз мы видели его в квартире, рыдающим, чувствующим, что его план рухнул, и превосходство супов никогда не станет реальностью. Однако Сейдж вошел с телефоном, на котором был спикер палаты, готовый присягнуть Хоумлендеру. Это показало, что все происходящее было частью плана Сейджа. В сцене после титров, когда ЦРУ потеряла свою мощь и неприкосновенность для Хоумлендера, он увидел своего отца, Солджа Боя, в креокамере. Когда Хоумлендер посмотрел вниз, заиграла та же классическая мелодия, что и в конце третьего сезона. Похоже, для этих сверхлюдей действовало одно правило – держать их в заперти. Так было с молодым Хоумлендером. Мэлори пыталась сделать это с Райаном. И то же самое случилось с Солджа Боем. Солджа Бой – единственный, кто может сравниться с Хоумлендером по силе. Он мог бы стать отличным союзником для дела Хоумлендера. Однако он также мог бы стать одной из главных угроз для Хоумлендера. Раз Солджа Бой – отец Хоумлендера, тот окажется в непростой ситуации. Освободить его или нет? Он знает, каково быть в ловушке. Пожалуй, это единственный момент, когда мы увидим проблеск сочувствия от Хоумлендера. Одно из самых смешных мест в финале для меня – это взгляды Хоумлендера на Фаеркрекер. Он смотрел на нее с отвращением каждый раз, когда она кашляла. Это было уморительно. Видно, что она ему противна, но хотя бы молоко он получает. Хоумлендер добился своего. Как Бутчер хочет убить супов, так и Хоумлендер хочет собрать звездоносцев и противников, чтобы посадить их в лагеря или убить. В следующем сезоне мир будет совершенно другим. Введено военное положение, и сотни супов по всей стране подчиняются Хоумлендеру напрямую. Теперь никто не в безопасности. То, как Хоумлендер прервал президента, показало, что тот – просто его марионетка. И Хоумлендер явно метит на эту должность. Самый яркий образ этого эпизода, который, думаю, символизирует будущее страны в пятом сезоне – горящий флаг из-за сил Хоумлендера. Это наводит на мысль, что действия Хоумлендера приведут к краху страны. Хоть Райан и не сильно участвовал в этом эпизоде, то, что мы увидели, крайне важно. Он стал тем, чего боялся Бутчер и чего не хотела его мать – мини-версии Хоумлендера. Райану рассказали о разрушительных действиях Хоумлендера за эти годы, вроде рейса 37 и издевательств над Беккой, что явно шокировало Райана. Мэлори хотела удержать Райана в ЦРУ и сделать из него оружие против Хоумлендера, но тут возникли явные противоречия. Переломным моментом для персонажа, на мой взгляд, стало то, что Райан убил Мэлори. Но перед этим она успела сказать ему, как сильно его любит и что он напоминает ей внуков. Однако это его не тронуло, он хладнокровно убил ее и равнодушно осмотрел тело. Этот поступок станет причиной многих смертей в сериале. Ведь если бы не это, Бутчер не убил бы Ньюман, не заразился вирусом и не планировал бы распространить его. Так что момент очень значимый. Момент. Я всегда считал Райана больше человеком, чем супером, но тут его суперсила взяла верх. Думаю, теперь он вернется к отцу. Райан убивал. Так что он и его отец не так уж различны. Старлайт. Аборотень, принявший облик Старлайт, был важен для сюжета, так как планировалось обвинить Старлайт в убийстве Сингера. Но в этом был и глубокий символизм. На протяжении сериала Старлайт переживала кризис личности и не могла использовать свои силы. Она хотела отделиться от Старлайт и жить как Энни, но Старлайт была большой частью ее личности, особенно прошлого, и ей было трудно двигаться дальше. Когда Старлайт выбралась из склада, где была в ловушке, и добралась до бункера, где держали Сингера, ей пришлось сражаться с собой, словно выпуская накопившаяся ярость, неуверенность и страсть и уничтожая часть себя. Она сказала, я не знаю, герой ли я, я не знаю, кто я, что показало, что она все еще не смирилась с тем, что пыталась понять. Она пыталась вернуть контроль, и уничтожение своего отражения стало для нее шагом вперед. В конце эпизода Хьюи и Старлайт получили паспорта и пытались покинуть страну, но их остановили. Пока Хьюи увозили в фургоне, Старлайт противостояла Синди, которую мы видели в сезоне 2, когда она сбежала из центра Sage Grove, больницы для людей с психическими расстройствами. Это показывает, что она, вероятно, одна из суперов, подчиняющихся Хоумлендеру. Она одна из сильнейших суперов, и ее появление впервые за долгое время, вероятно, означает, что мы увидим ее чаще в финальном сезоне. Как и ожидалось, в схватке со Старлайт она смогла использовать свои силы невиданным давно способом избежать. Лично мне непонятно, как отнестись к внезапному возвращению сил Старлайт в машине с Хьюи. Это казалось важной темой весь сезон, поэтому их простое возвращение выглядело немного разочаровывающим. Викторию Ньюман стала жаль в этом эпизоде, и, честно, ее убийство было смелым ходом сценаристов, хотя смерть вышла эпичной. Когда Ньюман разоблачили как супа в прямом эфире, она увидела свое президентское будущее, где она лишь марионетка Хоумлендера, вынужденная творить зверство, чего она совсем не хотела. Она рассказала, что пошла в политику из искреннего интереса и желания что-то изменить. Но она видела, что это будет бесконечная череда военных преступлений, когда супы пойдут против людей, а люди ответят, запуская цикл разрушения и опустошения. Хотя все, чего она хотела, — жить в мире со своей дочерью. Поэтому она доверилась Хьюи и хотела заключить сделку, чтобы сбежать от Хоумлендера вместе с Зоей. Однако все пошло наперекосяк, когда Бутчер ворвался и жестоко убил ее. Смерть Ньюман привела к аресту Боба Сингера, которого подставили в убийстве ее, а также к тому, что Зоя оказалась в том же приюте, где когда-то была Ньюман, Ред Ривер, показывая, что цикл может повториться. Мы знаем, что у Зои есть склонность к насилию. Возможно ли, что впереди новая бойня, и она пойдет по стопам матери? Вполне вероятно. Хьюи, пожалуй, самый человечный персонаж в сериале, если это имеет смысл. В этом эпизоде мы увидели, как Аборотень Старлайт сделала ему предложение, и он поверил, что это по-настоящему. Но только в бункере он понял, что перед ним не настоящая Энни. Фраза здесь как в печке насторожила его, ведь именно это сказал Аборотень в прошлом эпизоде. Хьюи предложил быть человечнее, говоря о прощении, отпускании и милосердии, как о храбрости, и что для победы над монстрами нужно оставаться людьми. Это звучало красиво и могло сработать, если бы Бутчер не ворвался и не испортил все, что привело к обратному эффекту. Хьюи сбежал со Старлайт, но, как и других людей, молоко матери и Френчи, Форд затолкал его в фургон. Интересно, не в те ли это лагеря для интернированных, о которых говорили? Думаю, это вполне вероятно. Или, учитывая их принадлежность к пацанам, им может грозить смерть? Поцелуй Френчи и Кимика, момент, которого я ждал вечность. Это было очень эмоционально. У Френчи и Кимика были похожие арки в этом сезоне. Они держались за прошлое, которое их догоняло. В этом эпизоде оба поняли, что им нужно двигаться дальше. Кимика призналась Френчи в своих чувствах и объяснила, почему сказала, что не против его отношений с Колином. Она считала, что он заслуживает кого-то лучше нее. Но Френчи был не согласен. Мы увидели поцелуй, к которому шли четыре сезона. Это был прекрасный момент. Он так контрастировал со всем, что мы видели в этом эпизоде. Красота и романтика среди хаоса и разрухи – это было просто прекрасно. Самое трагичное в их истории то, что Френчи и Кимика разлучили в конце эпизода. Появились Кейт и Сэм из Генвида. И Кейт шепнула Френчи, чтобы он сел в фургон. Сэм держал Кимика, а она впервые заговорила, повторяя «нет», теряя самого близкого человека. Интересно, что людей, вероятно, отправят в лагеря. Но что будет с Суперами? Старлайт удалось сбежать. Но что теперь будет с Кимика? Я был расстроен, что ей не удалось одолеть Сэма. Я надеялся, что она справится, но, увы, не вышло. История Кимика, связанная с организацией «Сияющий свет», была одной из тех, которые, похоже, не получили развязки в этом сезоне. Так что интересно, будет ли это продолжено в пятом сезоне. Другие важные моменты? Помимо главных героев и их арок, в эпизоде были и другие важные детали. Например, Хоумлендер готов был позволить Семерке убить Эшли, что привело ее в квартиру Хоумлендера, где она взяла компаунд. Они увидели ее способности, но знали, что она приняла его, чтобы выжить. Что бы это ни было, выглядело очень болезненно, ее мозг будто двигался. Неизвестно, спасет ли это ей жизнь. Но я думаю, с чувством вины, которая ее переполняла, она, скорее всего, пойдет против Семерки и Хоумлендера. Возможно, она найдет Эйтрейна и останется с ним, ведь этот вариант изначально рассматривался. Главное, чего я не ожидал, Эйтрейн не умер. Я был уверен, что Эйтрейн погибнет в финале, но этого не случилось. Не буду врать, я немного разочарован, что мы его вообще не видели. Особенно после речи в Маддерс Милл. Думал, он прислушается к своему совету, но он явно этого не сделал. Думаю, он поймет свои слова, когда увидит состояние страны в следующем сезоне и вернется к борьбе, которую оставил. Еще я понял, что сестра Сейдж безумна и крайне опасна. Ее восторг от того, что она точно знала, как сработает план, и хаос, разрушение, которое он вызвал, стали таким сюрпризом. Она почти гордилась собой. Я думал, она пойдет против Хоумлендера, но на самом деле все наоборот. Она старалась обеспечить Хоумлендеру власть и показала преданность ему, что он ценит больше всего. Ее слова о второй части плана показывают, что она приложит руку ко многим разрушениям на горизонте. В шестом эпизоде мы узнали о ее ненависти к людям и вере в превосходство суперов. Не знаю, почему я сомневался в ее намерениях. Мой отзыв. Финал был просто невероятным. Он отлично завершил сезон, сохранив свою уникальность и подготовив почву для пятого сезона. Честно говоря, многие моменты в этом эпизоде были очень эмоциональными. Будь то разговор Бутчера с Хьюи, борьба Старлайт с собой и ее неуверенность в себе, первый поцелуй Камико и Френчи, а также первые слова Камико, произнесенные от боли. Эпизод затронул струны души, и я считаю, справился с этим на отлично. Игра Карла Урбана и Энтони Старра в этом эпизоде была просто феноменальной. Их персонажи развиваются, похоже, и актеры отлично справляются с этой задачей. Ключевая сцена, когда Хоумлендер конфронтит Райана, желая, чтобы тот пошел к нему. Напряжение, эмоции, страсть, ярость и предательство были переданы так мощно, что когда сцена закончилась, я выдохнул от волнения. Это было в начале финала, и казалось, что впереди еще столько всего. Эрин Мориарти показала свою лучшую игру за весь сезон. Ее выступление было эмоциональным и чрезвычайно убедительным. Честно, я мог бы смотреть этот эпизод бесконечно. Не хотелось, чтобы он заканчивался. Экшена было меньше, чем в финале третьего сезона, но темп был ровным, с моментами, нарастающими как крещендо. Хотя этот сезон шоу сильно критиковали за отсутствие индивидуальности и уступания предыдущим сезонам из-за ощущения, что он в основном готовит финал, последние пара эпизодов действительно отделились от этого, став чем-то особенным, так что я рад, что к концу сезон улучшился. К сожалению, пацаны закончились примерно на год. Думаю, мы увидим еще сезон поколения Фай до финала пацанов, так что, по-моему, это займет еще два года. Хочу закончить это видео, сказав огромное спасибо за просмотр моих еженедельных видео о импацанах. В ближайшие дни я выпущу еще несколько видео с теориями, так что следите за обновлениями. Увидимся в следующем видео.